Всем привет, мои любимые! Сегодня я покажу свои покупочки. Я обожаю покупки. Я думаю, вы тоже любите, потому что смотрите это видео. Ребятки, смотрите, я купила у нас в Мозере на улице Малинина в магазинчике Бьюти вот такой вот шампунь, значит, серебристый шампунь для нейтрализации желтизной. Он внутри фиолетовый и получается из желтых волос, делает реально такие вот пепельные, такие серебристые, но если передержать, еще и такой оттенок получается фиолетовый, очень красивый оттенок. Если каждый день использовать этот шампунь, вот у меня тонкие волосы такие, быстро хватают цвет, быстро хватают пигмент, хорошенько так въедается пигмент. И если каждый день на протяжении недели мыть этим шампунем, то получается такой фиолетовый, нежный такой вот блонд. Обожаю просто, обожаю этот шампунь. Моя любимка. Купила за 17,87 белорусских рублей. Обычно я покупала по 300 миллилитров за 8 рублей, а в этот раз думаю, возьму эту балду, надолго хватит. Блин, наверное микрофон у вас сейчас было слышно, как у меня там чумокнуло, да, но ничего страшного. Дальше. Купила себе, ребятки, тонировочку, безымячная краска для волос, да, вот такая вот. Потому что я красилась и у меня волосы прям пятнами, вот видите, желтизна, они очень жирноватые. И прям конкретно видно, да, что нужно тонировать нормально так. А потом я немножко позже еще перекрашу, да. Показала я девушке вот, что я натворила. И мне вот дали оттеночек. Я вот люблю именно такой вот фиолетовым. 9,61, да. Это у нас Estelle. Я обожаю вот такие вот, вот такие вот оттенки. Просто тащусь. И также мне вот дали вот такой активатор 1,5%. Две штучки сказали использовать. Две штучки и тюбик этого. Значит, за краску я отдала 25 рублей белорусских. За два активатора по 4,75 получается, ну, 9,58. Считать, 10 рублей. Вот. Это то, что я купила в бьюти. В принципе, наверное, на Валберсе тоже есть эти продукты. Но там дороже, ребята. Вот еще прикол. Я смотрю иногда, где можно подешевле купить. Я люблю выискивать. Это мое хобби. Хобби. Дальше, ребятки. Давайте к Валберес перейдем, потом закончим еще одним магазинчиком. Раз уже ухватило. Смотрите, упакованный. Вот заказала себе такой вот блокнотик. Да. Блокнот для счастья в моменте и фокуса на приоритетах. Да. Он запакован, что меня безумно радует. Я обожаю запакованные вещи. Очень сильно люблю. Да. Вот так вот я его сейчас открою. Такая вот нежнятинка с бабочкой. Здесь у нас... Смотрите, я открываю. А! Вот оно что. Это убирается. Пахнет-то как, знаете, такой новой книжкой. О, я люблю этот запах. Не хочется книжки урызть. Вот такая получается красота. Красиво переливается, правда? Есть тут такой прям золотистый оттеночек какой-то приятный. Вот я открываю. Мир! Я здесь! Я вообще... Меня зацепил там другой... Тут три варианта есть дневничков, да? Меня зацепил там для здоровья. То есть завтрак, обед, ужин записывать. Я его еще тоже закажу. Ну, была скидка на этот, поэтому я заказала этот. И думаю, еще то себе тоже закажу. Вот смотрите, здесь, значит, всякие такие подбадривающие. Например, намерение... Ну, то есть для развития. Намерение помогает определить, что для вас сейчас важно. И быть более осознанными в своих поступках, да? Отмечать, как я себя чувствую и все такое. Насколько я сейчас в моменте. Настройка на день, да? Вот, то есть тут идет и вечер у нас, и утро. Следим за своим состоянием. Переживание дня. Утром записываем настройку на день, да? Я оставляю все тревоги на бумаге. И отпускаю их. Я такое очень люблю. Я обожаю разные такие развлекухи. Я обожаю себя постоянно радовать. Да, вот так вот у нас. Много-много вот. Все одинаковое. В принципе, мне очень даже понравился этот блокнот. Я оставлю артикулы в комментариях, ребята, нам. Товары с Валберис. И смотрите, какая красота, как приливаются. Пока что мне визуально все очень даже нравится. Дальше, ребятки. Я заказала вот такую вот водичку. Смотрела какой-то обзорчик. Девушка показывала, что по мотивам Виктории Сиприд. Вот есть такой вот аромат. Я его заказала, потому что, во-первых, он розовый. Меня все розовое очень привлекает. Меня все розовое манит. Во-вторых, такой аромат есть у моей примяшки. Просто не Виктория Сикрет, но вот именно из этой коллекции. Там разные есть по мотивам чего-то там. То есть разных оригиналов. Но пахнет, конечно, вкусно. Сегодня, ребята, я не буду наносить на себя аромат, потому что у меня была аллергия сегодня. С утра я пила таблетку. Я подарю, наверное, аромат этот маме. Пока что не буду экспериментировать, потому что не хочется проблем. Но пахнет очень вкусно. По стойкости потом скажу. Вы же знаете, что я часто снимаю видосы. Мама потом вам оставит отзыв. Я ей подарю. Я уже сказала, мама, я тебе подарю, потому что сегодня утром у меня опять затекли губы. И я вот особенно на ароматы у меня очень сильно. Я чувствительно, при том, что можно пырскнуть просто на одежду, у меня губы опухают. Именно губы, глаза. Вот нанесешь на ногу, опухнут губы. Это пипец просто. Так, дальше, ребятки. Не знаю, слышно там вам микрофон или нет. Проверяем микрофон. Маме тоже надо подарочки дарить. Это как раз кстати. 7 days. 7 days. Я заказала себе вот такие вот подводочки, которые нужно намочить. Да, вот белый, допустим, оттенок. Как их открыть? Вопрос. Может, где-то сбоку можно подковырнуть? Сейчас. В общем, я разорвала. Пахнет туалетным мылом таким вот. Вкусненьким обычным мылом, да? То есть открываешь крышечку, капаешь сюда водички и наносишь на лицо, рисуешь как тебе угодно. Проверю, да, в видео шортс. Я часто свои макияжи творческие, развлекательные выпускаю, да? Поэтому на моем канале вы еще увидите. И если они будут классно работать, то я обязательно о них вам буду рассказывать. Вот так, ребяточки. Дальше. Я заказала этот штамп для маникюра. Люблю такие упаковки. Штамп для стемпинга. Значит, здесь у нас вот таких два скребка, погнутых, к сожалению, да? Может, их можно будет как-то распрямить. Посмотрим. Да, вот такие вот узористые, с узорами, с узорчиками. И сам штамп. О! Не знаю. Мне что с микрофонами, что со штампами не везет как-то, ребята. Ну, посмотрим. Если хорошо будет клеить, то я буду о нем говорить хорошо. Если плохо, то буду говорить плохо. Я уже один заказывала, тот у меня порвался очень быстро. Поэтому на эти штампы у меня такое разочарование, как и на микрофоны. У меня такое ощущение, что микрофон не очень записывает. Я вот уже снимала видео с роллами. Я его тоже, кстати, заказала. Вот он у меня здесь. Я оставлю артикул. Либо я не умею им пользоваться, либо просто он слабенький. Он в коробочке шел. Здесь идет такая вот, как в подзарядку штука. Там посмотрите, в общем, на сайте. Вставляешь просто, как зарядку вставляешь в телефон. И подключаешь, нажимаешь тут на кнопочку, включаешь телефон, и запись идет, да. И у меня ощущение как-то вот глухо очень записывает. Поэтому я, конечно, оставлю. Вы смотрите сами, ребятки. Мне не очень пока что нравится. И заказала вот такую вот пилку за 5 рублей. Думаю, надо заказать. У меня постоянно пяточки шелушатся. Я ее всегда пилкой пилю. Смазываю кремом, скрабом. Всем подряд. Посмотрела отзывы хорошие на эту пилку, да. Поэтому и взяла. Может быть, не, мне кажется, я такую еще не заказывала. Но вот так трогаешь пальчиком, она достаточно интенсивная. Вот. Пахнет вот этим вот новым деревом, да. И новой лакированной мебелью. Или полом покрашенным. Пахнет интересно. Ну, вот тоже у меня в заказе вот есть такая штучка. Так, ребят, зашла я в остров чистоты у нас в Мозыре. Тоже на улице Малинина. Все это возле Малининского рядом. Взяла салфеточки вот такие вот влажные. Я их беру первый раз, наверное, вот эти. Ну, мне руки вытирать, да. Когда косметику наношу, там. Тут затертую, тут протертую косметику саму, да. Влажные салфетки мне очень всегда нужны. Они мне всегда нужны для всего. Так. Значит, салфетки 3,99. Напиток я брала вот такой вот, снимала видосик. Очень вкусный, кстати. Это получаются безалкогольные, сильно газированные. Фруди, мохито, клубничные. На вкус. Прям мохито. Клубничный. Вот и мохито чувствуется, и клубника чувствуется. Не обманули. 1,99 по цене. Это все белорусские рубли. Также купила вот такой вот крем тональный. Его можно купить в Валберис. Просто Валберис, он сейчас на 3 рубля дороже. На 3 рубля. Поэтому я его купила в дискаунтнере за 9,35. Я раньше им уже пользовалась. Это у нас с матовым финишем действительно. Тон 10. Просто я не помню, какой я тон раньше заказывала. Где-то у меня была фотография. Но я уже увидела. Думаю, нормальная цена. Возьму уже какой по тестерам. Определила более светлый. Светлый взяла, в общем. Более светлый из всех представленных там. Вот. Дальше, ребятки. Сейчас, кстати, протестим с вами. На одной половинке, чтобы вы видели разницу. И купила вот такой вот тушь за 8,55. Я не очень люблю, конечно, когда туши не упакованы. Но взяла. Потому что мне надо тушь. Вот такая кисточка силиконовая. Вот я люблю вот такой формат кисточек. Значит, очень красивая такая упаковочка сама по себе. Это у нас люкс визаж. Так. У меня реснички сейчас накрашены. Я буду тоже в видеомакияжи. Тестировать тушь. Давайте сейчас протестируем тональник. Я подготовила и кисточку, и зеркало. Так. 35 грамм. Тоналка упакована. Сейчас у меня лицо очень красное. Потому что я хоть и наносила крем, но я была на холоде. У нас такая то дождь, то метель. Прям у меня в лицо сегодня мила. Это вообще надо было видеть. Я уже нанесу наполовину, чтобы вы видели разницу. Уже не будем мы все лицо растянуть. Просто, чтобы вы видели разницу. Ребятки, вот такая вот разница. Все-таки все равно есть такой вот блеск, да. Минут 5-10 вообще смотришь потом на свою кожу и налюбоваться не можешь. Настолько она такая бархатистая, настолько она такая гладенькая, однотонная. Добавить еще скульптора, до румян, до хайлайтера идеально смотрится. Мне вот эта тоналка, ну очень, очень нравится. Вот в камеру все-таки есть такой лощеный блеск, да. А когда вы смотришь на дневном свете, все равно видишь вот такую матовую ноту. Ну и очень красивая кожа получается благодаря этой тоналке. Так, ребятки, и еще одно. Ребятки, еще купили мы в Старожитном. Это на Притыцково, тоже в Мозыре, в продуктовом. Вот такой вот наборчик кофе за 24 рубля. Очень такой, смотрите, красивенький, да. Здесь и с карамелью, и классический. И вот такой вот изысканный. Я хочу именно с карамелью попробовать, потому что эти я пила. В принципе, этот мне не очень зашел изысканно этот романтичный, да. А обычно я люблю якобс. Хочу с карамелью попробовать. Ну очень презентабельно смотрится, да, ребяточки. Одну все благодарю за просмотр. Целую. До новых встреч. Очень вас люблю. Вы мои самые-самые любимые подписчики. Спасибо. Помоги. Продолжение следует.